Сотрудники московского ОМОНа отмечают юбилей подразделения. Отряд был создан 30 лет назад, тогда еще при милиции. Сейчас ОМОН в составе Росгвардии. И сегодня ее директор Виктор Золотов вручил лучшим сотрудникам службы награды и почетные грамоты. Слово Дамир Гайфульну. Приемы рукопашного боя, навыки, стрельбы и невероятная выносливость. Показательные выступления бойцы московского отряда ОМОН проводят в честь праздника у спецподразделения юбилей. Московский ОМОН был основан 30 лет назад. И с тех пор его сотрудники готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях. На этих кадрах инсценировка захвата заложников. По легенде, преступники похитили автомобиль и пытаются на них скрыться. В городе объявляется план перехват. Полицейские быстро выясняют расположение злоумышленников. Бойцы отряда ОМОН эффектно и эффективно обезвреживают одну из машин вместе с преступниками. На поиске выдвигается боевая машина «Тигр». Бойцы в бронежилетах, которые в состоянии выдержать попадание патронов калибра 7,62 в упор и с бронесчитом в руках, вплотную подходят к преступникам. Специалисты инженерно-саперной группы осматривают подозрительную коробку. Служебная собака садится. Это значит, что внутри может быть взрывчатка. Сапер в специальном костюме обезвреживает опасную находку. Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня основания московского отряда ОМОН, начались рано утром. Бойцов спецподразделения чествовали на протяжении всего дня с самых высоких площадок. Поздравляю лично состава отряда 30-летием со дня образования. Ура! 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 Руководители спецподразделения наградили лучших сотрудников почетными грамотами и памятными знаками. Отличившиеся бойцы получили новые звания. Отряд мобильный особого назначения выполняет поставленные руководством Росгвардии задачи по оказанию силовой поддержки различным представителям ведомства, в частности, Министерству внутренних дел и другим ведомствам при выполнении задач по борьбе с организованной преступностью, с преступниками, организуют охрану общественного порядка и безопасности граждан на массовых мероприятиях. По традиции, бойцы Росгвардии почтили память павших коллег минутой молчания и возложили цветы к монументу. Торжественные мероприятия продолжились вручением ценных подарков, ведомственных наград, благодарности и почетных грамот уже в культурном центре полиции. Их бойцы ОМОНа получили из рук директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктора Золотова. Хочу поблагодарить всех сотрудников отряда, ветеранов службы за честную, безупречную службу и неоценимый вклад в общее дело поддержания и правопорядка в стране, а также борьбы с преступностью. Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия, и чтобы со всех заданий вы возвращались живыми и здоровыми к своим семьям. Завершился юбилей праздничным концертом, в котором для гвардейца выступили звезды отечественной эстрады. Дамир Гайфулин, Вадим Савин и Степан Никулин. Вести. Дежурная часть. Редактор субтитров А.Семкин